Девушки отдыхают В первой неделе бизнес-реалити в нашей пятерке определились лидеры и аутсайдеры. Целеустремленность Натальи вывела ее на первое место. Ошибки Владимира лишили его необходимых баллов. Удержит ли свое лидерство Наталья? На что готовы наши герои ради победы? Смотрите «Бизнес-реалити. Вызов». Седьмой день проекта. Герои уже нашли свое место на рынке и изучили конкурентную среду. Но каждому бизнесмену известно, как важны собственные ресурсы. Правильно распределить их участникам «Бизнес-реалити» поможет Дмитрий Кипкало. Дмитрий Кипкало – выпускник Московского государственного университета. Работал в шоу-бизнесе и спортивных организациях. В 2008 году основал компанию «Мосигра». Всем добрый день. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Кипкало. Сегодня мы будем говорить о собственном бизнесе, построенном на базе привлечения собственных ресурсов, без использования всевозможных сторонних. При запуске собственного бизнеса первое, с чего нужно начинать – это составить бизнес-план. Сколько денег нам нужно, какая самая глубокая точка, к какому результату мы придем через месяц, через полгода, через год. И, зная свою глубокую точку, мы можем понять, знаем ли мы, где найти подобные собственные ресурсы, где их искать вообще. Не нужно себя тешить иллюзией, что, возможно, денег понадобится меньше. Как правило, больше. Первый час лекции. Как начать дело на миллион с практически нулевым капиталом? Дмитрий Кипкало раскрывает свои секреты. Начиная бизнес на базе собственных ресурсов, точно нужно отказываться от всех понтов. Есть такое заблуждение, что, например, хороший новый IT-бизнес нужно начинать, только купив себе MacBook Air. Это неправда. На самом деле, если у вас есть желание начать какой-то бизнес, то вас не остановит ни старый убитый какой-нибудь компьютер, ни отсутствие офиса, ничего подобного. Вместо того, чтобы заказывать, например, глобальный сайт, тратить сразу на него деньги, вы создаете одну пустую страницу с базовым описанием вашей услуги или вашего товара и с кнопкой «Хотите узнать больше?» введите почту и получите информацию. Такая страница стоит 0 рублей, ее может сделать любой школьник, и вы даже без знания HTML, открыв одну книжку, сможете ее набросать. Советы ментора, на чем можно сэкономить, пришлись по вкусу не всем участникам. Наталья не согласна с тем, что при стартапе достаточно создать в интернете вместо полноценного сайта одну страницу с описанием товара или услуги. Ну, сейчас клиент настолько избалован, что сайт пустой даже, ну вот первая страничка, они могут зайти, посмотреть и сказать, ну нет, если у них сайта нет, то я вообще туда не пойду. Клиент сам жаждет информации, и он сможет найти и вашу. И если ваша информация и ваше предложение лучше, то он выберет вас. Как найти свою нишу на рынке? Этой теме ментор посвятил второй час тренинга. Выбирая нишу, в которой мы будем действовать, важно опираться, на мой взгляд, на несколько важных факторов. В первую очередь, нужно очень любить то дело, которым вы хотите заниматься. Невозможно создать успешный бизнес, ничего не понимая в той отрасли, в которой вы работаете. Нужно стремиться в ней быть лучшим. Второе. Когда мы начинаем бизнес, стоит заранее оценить глубину ниши. Достаточно ли она глубока, чтобы удовлетворить вашим амбициям? Потому что может показаться, что это дело интересное, может быть, это вам нравится, но уже заранее, еще на первом этапе, не вложив ни рубля, можно понять, что глубина этой ниши недостаточная. Невозможно заработать тех денег, на которые вы рассчитываете. И, возможно, вам не удастся реализовать себя в этой области. Как вы относитесь к тому, чтобы брать деньги у родственников, у родителей? Это вопрос к тому, как относятся к этому родственники и родители. Потому что, на мой взгляд, брать деньги можно, но обе стороны должны понимать, что есть риск. Максиму вновь рекомендовано поработать у своих конкурентов. Пока наш герой игнорирует советы менторов. Может, он прислушается к Дмитрию Кипкало? Самое простое – это, на мой взгляд, попытаться поработать у конкурента. Как правило, мы начинаем бизнес в той области, в которой кто-то что-то уже делал. Наверняка там есть лидер рынка, наверняка есть статьи на эту тему. Верный способ – посмотреть, как работает лучший на этом рынке, впитать все лучшее, что у него есть, найти те минусы, которые у него есть, и постараться их исправить в своем бизнесе. Потому что, если вы себе не поставите никакую планку, вы к ней не будете стремиться. Если вы поставите себе планку, даже если вы до нее чуть-чуть не доберетесь, вы сделаете максимум, чтобы ее достичь. И, возможно, больше бы вы не смогли сделать. В завершении лекции, которая длилась почти 4 часа, Дмитрий Кипкало дал нашим героям домашнее задание. Каждый из участников должен сделать очередной шаг в проекте только за счет собственных ресурсов. Я думаю, что нам нужно немножко подвести итог. И я бы хотел сказать, что, начиная бизнес на базе собственных ресурсов, очень важно считать каждую копейку. Очень важно максимум всего делать самому за счет своего времени и за счет своего интеллекта. Спасибо вам. Спасибо вам. Мне больше всего заинтересовала Наталья и Максим. По той причине, что детские клубы, мне эта аудитория очень хорошо знакома. Я примерно понимаю, с каким сложностями она сталкивается. Но мне кажется, что у нее все получится. Она на правильной волне, она чувствует то, что нужно этим людям. А у Максима интересный проект для ресторанов. Мне кажется, что при должном терпении, старании, при желании вникнуть в эту отрасль, тоже все должно получиться достаточно интересно. Было сложно отделить личное обаяние лектора от материала, который он преподносил. Но когда я отделил, понял, что скорее это просто информация, которая общедоступна. Тема лекции очень интересна, потому что сама сейчас выбираю, какие ресурсы в каком балансе лучше использовать. Вывод с лекцией такой, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Где можно сэкономить, экономьте. То бишь, используйте свои возможности без привлечения чужих средств, потому что это всегда наиболее оптимальный вариант. Мне очень понравился лектор. Он говорил очень правильные, разумные, рациональные вещи. Восьмой день проекта начинается для наших героев с практики. Каждый из них должен за счет собственных ресурсов решить определенную бизнес-задачу. Посмотрим, кому из них удалось это сделать. Клей, объявление, остановка черти где. Берем и наносим. И вот они, будни молодого ресторатора. Все начинается с объявления. Сегодня поступила туча звонков. Люди спрашивают по поводу работы. Это очень приятно. Я отобрала всего пять человек. Минис, расскажите, пожалуйста, о себе пару слов. Ну, опыт работы богатый. Я вообще расскажу немножко о себе. Я работала раньше в Москве, до декрета, в хорошем французском кафе. Работала я в сфере недвижимости в Москве. Вот, сейчас у меня немножко жизненные обстоятельства изменились. То есть карьера у меня, конечно, очень хорошая. Вот, зарабатывала там 15 тысяч. Вот, это для меня было достаточно. Я долгое время сейчас не работаю, потому что сижу с ребенком. У вас малыш? Да. И поэтому в настоящий момент очень захотелось каких-то, ну, так скажем, перспектив. Я хотела, во-первых, немножко поменять сферу. А во-вторых, мне, конечно же, не хочется уезжать далеко от дома. Вот, поэтому я рассматриваю вот эту позицию. Насколько вас наш формат небольшого кафе устроит? И все-таки зарплата у нас 17 тысяч на первый год, наверное, без изменений. Вам как это? Мне очень подходит. Во-первых, у меня это расположение. То, чтобы находиться в Московском, мне надо будет стоять в пробках ехать в Москву. Аня, скажите, пожалуйста, ну, вы вообще считаете, что вы справитесь? Потому что если у вас нет опыта работы в этой сфере, мне кажется, тоже немножко страшно. Нанимать человека, я сама новичок в бизнесе. И нанимать человека, который тоже новичок, есть риски. Ну, я рассчитывал на то, что, в принципе, есть чаевые еще. Нет, чай, конечно, будет. А, ну, в принципе, меня это устраивает 17, а это же не 15. А, ну, 17, не 15. Это тоже рост. Так, ну, я так понимаю, что опыт работы, в принципе, у вас есть. А вот бар вы потянете, приготовление кофе, конечно, мы продем обучение, но тем не менее. Ну, а кофемашина будет? Кофемашина будет. Тогда, конечно, потяну. Там же инструкции есть, я читать умею. Вы знаете, насколько я вижу, это не какая-то там огромная-огромная колпаса. Вот, поэтому я думаю, что я... Ну, я в своих силах абсолютно уверена. Собеседование состоялось. Кандидаты отобраны. Теперь у Татьяны есть персонал. Фух, только пришла домой. Сегодня был абсолютно сумасшедший день. Должны были прийти пять человек на собеседование. В итоге было всего трое. Таня есть Таня. Таня молодец. Таня просто берет и делает. Это здорово. Любой бизнес в сфере IT имеет две составляющие. Программную и техническую. Вот два очень похожих планшета. И по сути, и по дизайну, и по размерам. Но большинство программ, которые можно запустить на этом планшете, невозможно запустить на другом. Но я нашел свой путь. В каждом из планшетов есть браузер. Сайты выглядят на них одинаково. А значит, нужно использовать веб-технологии, чтобы написать программу один раз и для всех устройств. Осталось попробовать запустить на разных планшетах. Но где взять такое количество? Не покупать же все, ради просто попробовать. И тогда я решил, а почему бы не съездить на компьютерный рынок и не попросить продавцов разрешить запустить браузер на витринных образцах? Я думаю, здесь нам смогут помочь. Получается? Да, работает, но достаточно не быстро, кстати. Но уже побыстрее. Получается, надо просто сделать другую анимацию. В итоге, потратив три часа времени и 60 рублей на маршрутку, я запустил свое меню на планшетах всех производителей, которые есть на рынке и получил базу потенциальных поставщиков. Для Максима собственные ресурсы – это ресурсы его друзей. Сегодня я собираюсь с друзьями в каворкинг-центре, чтобы обсудить, нужны ли нам дополнительные сотрудники или мы можем справиться собственными силами. Я тоже не знаю, что с вами будет. Всем привет. Спасибо, что без опозданий. А что это за центр, который у нас собрался? Каворкинг-центр в Москве – это сейчас достаточно популярные места. В них молодые предприниматели, такие как мы с вами, могут собраться, потому что это практически бесплатно. Начинать очень сложно, поэтому, может быть, дорогие мои друзья, вы мне поможете хотя бы несколько первых уроков? Николай, я знаю, что у тебя образование дискультурное. Сможешь ли ты первых уроков? Да, с удовольствием. Екатерина, вы у нас как художник. Да, с удовольствием, конечно. Спасибо большое. Конечно, поможем. Надежды Натальи оправдались. Друзья готовы вести уроки в детском центре. Однако одно дело – дать согласие учить, а другое – правильно составить график занятий. Составление расписания – это настоящая головная боль, потому что одни педагоги могут в одно время, другие не могут в другое время. Так, вероятнее всего, придется пригласить специалиста, который и подскажет, как лучше это сделать. С Наташей установились прочные дружеские связи, что для меня очень приятно, потому что с ней также было бы здорово потом работать вместе. Мы делаем глобальный проект. Для названия вас будет «Свободно» в зоне РУ и в зоне КУ. Какие идеи? Ну, можно воровать что-нибудь с эрудированностью связанное. «Свободно» в зоне РУ и в зоне КУ. Глазам не верю, потому что эти имена, как правило, мы уже регистрируем. Для продвижения моего проекта мне нужно создать сайт. Я хочу сделать это самостоятельно с помощью конструктора сайтов. Здесь все достаточно просто. Я могу сразу же менять название пунктов меню. Легким движением руки сайт превращается в то, что мне нужно. Ну, вот так, подготовив контент, загрузив фотографии, я сформировала сайт своего проекта. Собственно, все, про приезд в сайт. А Ольга, как мама, для меня является целевой аудиторией, поэтому к ее мнению я очень прислушиваюсь. Мы с Виктором Семерновым, моим другом, программистом, также компаньоном сферическому видео, идем на съемку в салоне красоты. За окно и пострижемся. Вот сейчас договариваются с директором салона Дмитрием о том съемке. Для выполнения задания Владимир отправился в салон красоты. Его цель – заинтересовать владельца салона услугами сферической съемки для дальнейшего сотрудничества. Владимир увлеченно снимает заведение, но забывает о выполнении домашней работы. Он стрижется, знакомится с сотрудниками салона красоты, но не завязывает деловые отношения. Владимир – это человек, который просто плывет по жизни и любуется тем, что его окружает. Дела наших героев передаются в высшую инстанцию – жюри «Бизнес-реалити». Судим предстоит выбрать лучшего. Кому достанется наивысший балл? Узнаем прямо сейчас. Мы сегодня начинаем следующую передачу. Момент, который очень важный, про который почему-то очень многие забывают – это то, что на самом деле почти любой бизнес можно начать с минимальным вложением средств. Надо стараться, конечно, эти суммы минимизировать, если нет лишних денег. Давайте посмотрим, как наши герои решают эту проблему. А вот бар мы потянете, приготовление кофе, конечно, мы пройдем обучение, но тем не менее. Ну, а кофе-машина будет? Кофе-машина будет, да. Тогда, конечно, потяну. Там же инструкции есть, читать умею. Вот два очень похожих планшета. И по сути, и по дизайну, и по размерам. Но большинство программ, которые можно запустить на этом планшете, невозможно запустить на другом. Дорогие мои друзья, вы мне поможете хотя бы несколько первых уроков? Для продвижения моего проекта мне нужно создать сайт. Я хочу сделать это самостоятельно. Владимир увлеченно снимает заведение, но забывает о выполнении домашней работы. Он стрижется, знакомится с сотрудниками салона красоты. Неоднозначное впечатление от просмотра того, как ребята справились с этими задачами. Татьяна здорово придумала с объявлениями, но это такой все же ход немножко из прошлого. То же самое, я бы сказал, для Натальи, поскольку встреча была такой достаточно непродолжительной. Ребята согласились ей помочь, но видно было, что вопросов у них больше, чем ответов. Максим молодец, нашел простой и эффективный способ протестировать работу своей программы. Я ему тоже хотел предложить какую-то бета-версию выложить в открытый доступ, ну или в закрытый доступ, но, очевидно, он переживает относительно копирайта и сохранности своей программы. Тем не менее, он с минимальными инвестициями и убедился в том, что все работает. Ольга, мне кажется, больше работала над созданием такого прототипа, странички и названия. Это здорово, и она успела сделать это своими силами. Владимир немножко удивил, потому что было интересно, в первую очередь, ему. Но, к сожалению, бизнес-задача осталась за бортом его внимания. Во-первых, я хочу обрадовать Владимира, обрадовать то, что 3D-туры по салонам красоты существуют уже несколько лет. У ребят в голове бардак просто, понимаете? С моей точки зрения, надо сейчас оценивать то, как они эту задачу решали. Наталья получает 4 балла, Максим получает 5, как реализовавший задачу свою полностью. Татьяна 4, Ольга 5, и Владимир 2, и прическу. Прическа на 5, да? Подарок. Я поставил бы Наталье 4, Максиму 4, Татьяне 4, Ольге 4, и Владимиру поставил бы 2. Наталье я бы поставил 4, именно за то, что она попыталась вовлечь свой проект специалистов. Максим, уже говорили, молодец, нашел способ решения своей задачи, ему 5. Татьяне я поставил бы сейчас 3, потому что я не очень понял, что она решила, какую проблему с привлечением кадров, кроме как расклеек объявлений, она нашла. Может быть, я не до конца помню. По-моему, она наняла, как минимум, бариста, парня, который кофе будет делать, и опытного администратора, который в этом районе. Насчет опытного и что он умеет делать, еще большой вопрос, потому что собеседовали, это вещь хорошая. По крайней мере, у него очевидный карьерный рост пятнадцать тысячи семнадцать, это не может ни разу. Ольге я поставил 5, потому что у нее была задача конкретная, которую она решила самостоятельно. Ну и Владимиру, наверное, все-таки традиционно 2, потому что к, собственно, задаче это имело маленькое отношение, хотя он попытался вначале пояснить, и, наверное, это впервые было за вот с предыдущими сериями, когда он впервые попытался объяснить, что он собирается делать и зачем. Конечно, никакой бизнес не может развиваться без внешнего финансирования, без заемных средств или без инвестиций, и как справятся ребята с этой задачей, посмотрим в следующий раз. Жюри по достоинству оценила старания Максима и Ольги. Наталья, похоже, постепенно сдает позиции лидера. В табеле Татьяны в основном средние баллы. На фронте Владимира без перемен. Очередной этап бизнес-реалити позади. Герои делятся впечатлениями о событиях этой серии. Было интересно искать решения на первый взгляд нерешаемым задачам. С каждой лекцией, испытаниями, все четче и четче складывается картина того, как это надо делать, как реализовать свой бизнес, за что большое спасибо. Я тоже привлекала собственные ресурсы и получила определенную отдачу с них. Сейчас собираюсь привлекать внешние. Главные наши собственные ресурсы, я бы даже сказал ноу-хау, это наш плеер для проигрывания сферического видео. Подошел к концу восьмой день проекта. Наши герои прошли еще одно испытание, использовали собственные ресурсы и стали еще ближе к своей мечте. В следующей серии будущие бизнесмены должны привлечь поддержку извне. Кому удастся найти инвесторов? Смотрите первое российское бизнес-реалити Вызов. Проект создан при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Продолжение следует...